На базе Юго-Западного государственного университета проходит общее собрание членов Российской Академии архитектуры и строительных наук 2015. Мероприятие, на которое съехали специалисты со всей России, от Москвы до Дальнего Востока, а также из ближнего зарубежья, впервые проводится на Курской земле. Масштабное собрание – это хороший импульс для дальнейшего развития, подчеркнул губернатор Курской области Александр Михайлов. То, что сегодня это мероприятие проходит у нас на Курской земле и именно в Юго-Западном государственном университете, это уже является признанием того, что мы, в общем-то, и университет, и в целом в регионе работу строим в сфере архитектуры, строительного дела, на достаточно таком хорошем, нормальном уровне. И хотелось бы, мы благодарны руководству Академии, архитектуры и строительных наук за то, что именно наш Курск избран местом проведения общего собрания Академии, за то, что они, в общем-то, дают сегодня высокую оценку тому, что делается на Курской земле. Накануне состоялось открытие выставки научных и творческих работ, которые были представлены на всероссийских конкурсах. Сегодня же день был посвящен теме «Среда жизнедеятельности, национальный приоритет России – формирование и реализация». В ходе обсуждений между Курском и Крымом было подписано соглашение о сотрудничестве. Подписанное сегодня соглашение является продолжением того визита, который осуществляли ректоры Курского региона. Где-то месяц назад, может быть, чуть больше, к нам в Крым. Мы тогда подписали такое рамочное соглашение. Сейчас уже подписали соглашение более конкретное. Оно предусматривает сотрудничество как в учебном процессе, сотрудничество в науке, в подготовке кадров. На достигнутом в Курске останавливаться не собираются. В планах сотрудничество с Севастополем. Я думаю, что мы съездим обязательно в Севастополь, посетим Валерия Ивановича Кошкина, ректора Севастопольского госиндитета, наш большой друг, и подпишем с ним соглашение. Возможно, приглашли его даже сюда на какое-то мероприятие, а может быть, и в Крыму. Поэтому мы только сегодня по телефону разговаривали. Поэтому мы хотим, чтобы, в общем-то, интеграция образования была между нашими университетами. А так как все-таки много придется помогать, будем говорить и в разных сферах, и в таможенном деле, и в юридических специальностях, то мы готовы будем Крымскому федеральному Севастопольскому государству помочь в этих вопросах. Народный архитектор России отметил, что ЮСГУ – сильный университет. Один раз в год бывает собрание нашей Академии. Через год в Москве или в каком-то регионе. Возникает вопрос, а почему именно в Курске? А потому что у вас очень сильный университет именно по направлению строительной науки. И очень приятно быть там, откуда ты знаешь много людей, умных, добрых друзей. Уже завтра в университете пройдут выборы ведущих ученых в члены Академии наук. А в субботу в рамках заключительного этапа будет организована поездка в коренную пустынь, штаб Рокоссовского в местечке Свобода, на строящуюся и действующую атомную электростанцию, а также в Марьино, где использованы уникальные виды строительства. Приехало очень много людей, членов, действительно членов Академии наук, советников. И только посчитаем порядка 90 человек с лишним это членов. Член Корова и Академиков. Плюс еще масса советников изо всех уголков России, с Дальнего Востока, с Владивостока и из Калининграда. Поэтому, конечно, принимаю такое большое количество гостей, очень ответственно и серьезно надо к этому подходить. Но мы постарались. По крайней мере, о президиуме было отмечено, что подготовка отличная.